Добрый вечер в эфире новости губернии в студии Мария Акимова и коротко о некоторых темах. Добрый вечер в эфире новости губернии в студии Мария Акимова и коротко о некоторых темах. Стартовала неделя профориентации для школьников. Какие специальности престижны сейчас среди молодежи и в чем преимущество столяра перед менеджером? Поддержка одаренной талантливой молодежи, а также развитие кадрового потенциала – главная тема заседания Совета Приволжского федерального округа. Своим опытом поделились главы субъектов. Практики Самарской области были признаны успешными. Их уже перенимают в других регионах. Какие меры необходимо принять, чтобы раскрыть талант каждого ребенка? Что уже сделано, а что предстоит? Подробности в материале Ольги Павловской. Участники Иволги, прошедшие путь от зарождения идей до ее реального воплощения в жизнь и дальнейшего развития, это фактически пересерт управленческих кадров, активных в социальном и гражданском политическом отношении молодых людей. Заседание Совета Приволжского федерального округа начинается с видеопрезентации лучших общественных проектов округа. Первое и главное место у Самарской Иволги. Молодежный форум официально, хоть и считается окружным, но уже перерос в международный. В 2018 он собрал 2000 участников, было представлено 1200 проектов. Здесь уже лучшие, ведь жесткий отбор, соревнуются за гранты. Деньги на реализацию своей идеи получила и Ольга Лифанова, ее смена «Поколение добра». Суть проекта в обучении слабовидящих и незрячих самостоятельно ориентироваться в городском пространстве и без проблем пользоваться привычными для всех гаджетами. Ольга Лифанова и сама практически не видит, но это не мешает ей работать, вести активный образ жизни и помогать другим людям. Здравствуйте, участники мастер-класса «Супани визуальный», то есть без помощи зрения доступности смартфонов для слепых людей. С вами разговаривает Вон и Собин, специальная программа для слабовидящих и незрячих людей, озвучивающая все, что происходит на экране телефона. Жизнь без барьеров. В среднем в Приорском федеральном округе дополнительным образованием охвачены 27% молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. В Самарской области 36%. В целом наш регион лидер по многим направлениям, по количеству участников в конкурсе «Лидеры России», хорошие показатели и во Всероссийской олимпиаде среди школьников. Активны, впрочем, и студенты. Для них в Самарском университете в этом году прошла Олимпиада «Я профессионал». Участники из разных городов страны не только получили теоретические знания, но и познакомились с производством. Материаловедение и технология материалов на самом деле очень необычно, потому что я по специальности своей энергетов и моя специальность проектирования электрических станций, а получить хочу просто новый опыт, кучу новых знаний. Есть и уникальные наработки, например, взлет-полет-орбита. Эти три самарских проекта взаимосвязаны между собой. Задействованы таланты от 14 до 30 лет. Школьники делают разработки при поддержке специалистов вузов, а студенты выполняют проекты для ведущих предприятий региона. Такой опыт признан успешным и уже внедряется в других субъектах России. Полпредпрезидента Игорь Кмаров подчеркивает, основной капитал страны – это люди. Раскрыться молодежи надо помогать. Эту работу мы считаем особенно важной, так как именно создание условий для развития способностей подрастающего поколения – залог успешного развития нашей страны. Если одаренность ребенка или молодого человека выявлена вовремя и он развивается в благоприятной среде, то сообщество таких людей станет локомотивом развития региона и всего государства. На совете обсуждают, что нужно сделать, чтобы раскрыть и поддержать таланты. В диалоге принимают участие все главы регионов Приволжского федерального округа, представители федеральных ведомств. С одной стороны, мы должны поддержать одаренность и уникальность конкретного ребенка, а с другой стороны, обеспечивать массовость такой поддержки. На решение этой задачи нацелен национальный проект образования. В состав национального проекта входит 10 федеральных проектов. Это и цифровая образовательная среда, учитель будущего, современная школа. Учитель – это ключевой момент. Он должен быть заинтересован в результате. При этом сказать, что педагогам легко – невозможно. В эпоху гаджетов уроки должны быть как минимум яркими. Детям должно быть интересно. Я считаю, что нету неталантливых детей. Каждый ребенок талантлив. Мы работаем по стимулированию педагогов, учителей, для того, чтобы они в каждом ребенке имели желание и возможность рассмотреть такого талантливого ученика. Сегодня я с интересом послушал доклады коллег. Часть из этих предложений мы совершенно точно. Я, собственно, в процессе совещания уже дал поручение на отработку этих предложений. Это коснется и детских технопарков. В Самарской области их два, а охват пока не столь масштабный. Как сказал Дмитрий Азаров, в 2019-м будет вестись работа и по запуску мобильных кванториумов. Это будет большим подспорьем для сельских районов. В ходе совета было отмечено, в Самарской области применяется комплексный подход в вопросах поддержки одаренных детей. Ольга Павловская, Андрей Авдеев. Новости губернии. Ижевск. Площадка готова. Сочи замер в ожидании. На этой неделе станут известны имена лучших руководителей в масштабах всей страны. Город-курорт уже второй год подряд принимает финал федерального конкурса управленцев лидера России. За право войти в число лучших будут бороться и претенденты из Самарской области. Слово корреспонденту губернии Ани Вахиной. Чтобы из 300 участников отобрать 100 победителей, организаторам потребуется чуть менее недели. Но все это время и для участников, и для экспертов будет чрезвычайно насыщенным. Несколько слов о программе финала главного управленческого конкурса страны. 13 марта – социальный день. Лидеры проведут уроки в школах Сочи. 14 марта состязание откроется официально. Затем финалистов ждут мастер-классы от наставников и панельная дискуссия с участием губернаторов. На следующий день – непосредственно оценочные мероприятия. Участникам предстоит выполнять задания и управленческие кейсы, а следить за ними будут наставники. Это успешные и эффективные руководители сферы частного бизнеса и государственного управления. В этом году предложение стать одним из наставников конкурса принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Закрытие состоится 17 марта. 100 победителей получат возможность в течение года строить путь своего личностного роста под руководством наставника. А это, как говорится, бесценно. И немного об участниках от Самарской области. В этом году наш регион, как и в прошлом сезоне, представляет 6 человек. Но все они мужчины, нет ни одной девушки. Все представители бизнеса. География региона в этот раз тоже шире. Самара, Тольятти, Отрадный и Новокуйбышевск. Весенний паводок в регионе может начаться на неделю раньше. В зоне подтопления рискуют оказаться 45 населенных пунктов. Об этом сегодня сообщили в областном управлении МЧС. Начальник ведомства Олег Бойко провел видеоконференцию с главами муниципалитетов. Насколько готовы районы области к большой воде, выяснил Павел Баймаков. По данным МЧС, в Орско-Камском бассейне, Астрахани и Волгограде уже подтвердили смещение сроков паводка. На неделю раньше он может начаться и в Самарском регионе. В зоне подтопления могут оказаться 13 муниципальных районов. А это до 45 населенных пунктов, около 2 километров автомобильных дорог, на 13 участках и 9 низководных мостов. Для проведения мониторинга во время паводка будут работать один временный и 16 стационарно-гидрологических постов. У нас сеть готова. Мы заканчиваем объезд гидрологических постов, заводим поверенные приборы, оборудование, одежду, проводим структажи. Поэтому мы практически готовы к проведению половодия и наблюдению на гидрологических постах. Уже к 20 марта в режиме готовности также должны быть силы и средства у муниципалитетов и спасателей. Сейчас на случай эвакуации в распоряжении у районов имеется 145 пунктов временного размещения, которые готовы принять более 120 тысяч человек. От областного управления МЧС будет выделено более 2000 человек личного состава, 300 единиц техники, в том числе 5 единиц воздушной. В Самарской области уточнены маршруты эвакуации, количество транспорта и места размещения населения из населенных пунктов в случае проведения эвакуации из зоны возможного затопления. На сегодняшний момент силы и средства к реагированию паводковый период готовы. Территориальная подсистема к прохождению паводка на территории области в 2019 году также готова. По прогнозам, вскрытие рек региона в этом году начнется уже в конце марта-начале апреля. По предварительным данным, наивысший уровень воды в период весеннего половодия на большинстве рек области будет в пределах и выше среднемноголетних значений. Спецтехника вышла на городские дороги. В ожидании большого паводка коммунальщики работают в усиленном режиме. Ведется очистка ливневок. Объем работ немалый. Дождевая канализация областного центра растянулась на 375 километров. И не везде есть колодцы. Зачем специалисты ездят по дорогам с кипятком и кого откачивают, выяснил Сергей Павлов. К весеннему паводку коммунальщики подготовились заранее. Еще с прошлого года прочищены 50 километров сети и почти полторы тысячи колодцев. Работа идет синхронно с дорожниками, что расчищают путь к решеткам. Для стука вешних вод приходится запасаться кипятком, чтобы растопить ледяные пробки. Такой засор из наледя и грязи образовался на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина. Мы проливаем горячей водой дождеприемник. Если необходимо, то откачиваем специальной машиной воду лишнюю, чтобы она не попадала на дорогу и не образовывала наледь лишнюю. После подготовки к паводку коммунальные службы направляют талые воды в нужное русло. За месяц пролиты все особо подтопляемые места. Их в Самаре около тысячи. В основном это овраги и ложбины. Особое внимание уделяется и дорогам с маршрутами общественного транспорта, участкам близ станций метро, остановкам и пешеходным переходам. На 18 территориях появились новые ливневки. А вот на улице Бакинской в районе Автокольца нет ни одного дождеприемника. Здесь воду откачивают спецмашины. Таких улиц без ливневой канализации в Куйбышевском районе более десятка. Техника осушает лужи круглосуточно. Каждый день коммунальную я вижу здесь, стою, они откачивают. В этом они молодцы, откачивают, да. Претензиям нечищеным тротуаре, потому что люди, вот человек пошел, потому что здесь уже, наверное, вода. А так они оттуда, по прямой, по дороге. Никто не смотрит на то, что там пешеходный переход, то, что здесь есть тротуар. Уже откачано около трех тысяч кубометров воды. Работы ведутся не только в Куйбышевском, но и Кировском и Советском районах. Работы по подготовке к пропуску талых вод продолжаются. Еще с осени отремонтированы почти 1400 колодцев. Построен коллектор на Демократической. Расчищена канава на Нагорной. На муниципальный баланс взяты 25 километров бесхозной дождевой канализации. Обновился и парк техники. На сегодня на ОДС особо опасные места пролиты в полном объеме. Это 972 колодцы. Сейчас работает предприятие с опережением. Порядка 1350 колодцев уже пролиты. У нас сформированы аварийные бригады, дежурные бригады круглосуточные. Порядка 8 дежурных бригад, 6 откачивающих бригад. Также городские власти держат на пульсе очистку внутриквартальных дорог. За это строго спросят с районных администраций и управляющих компаний. Сергей Павлов, Михаил Смирнов, Новости губернии. Пожелания услышаны на исполнение неделя. Расчистка дорог от снега и наледи в поселке Зубчининовка попала в фокус внимания не только коммунальщиков и районной администрации, но и представителей Общероссийского народного фронта. Какие перемены произошли с момента последней встречи с населением. О том, что сделано, а что еще предстоит, репортаж Анны Архиповой. Улицы не асфальтированы и с грунтовым покрытием. Такими в поселке Зубчининовка никого не удивишь. В зимнее время от снега их расчищает спецтехника. Однако у жителей остались вопросы к содержанию проезжей части, которые они не упустили шанса задать администрации и представителям Общероссийского народного фронта. Скажем так, все дороги ведут в Рим, а все дороги ведут к центру, правильно? А для того, чтобы жителю добраться, здесь же автобусы не ходят, они идут пешком. Поэтому вопрос дорог для нас стоит очень острый. Дети идут в школу, пожилые люди идут в поликлинику, и все идут по этим дорогам. Они все выходят на центральные улицы, а ведь добраться до ДК, до того же, где у нас поликлиника, где у нас почта, около двух километров, они идут пешком. Для решения вопросов, связанных с содержанием дорог с грунтовым покрытием, взяли неделю. За это время довели проблему до руководства города и выяснили, в чью зону ответственности попадают данные проезжей части. Сколько техники привлекалось к уборке территории, рассказали специалисты на общем собрании с жителями. Я увидел, во-первых, реальную работу, потому что это не просто было сказано исполнителями, это было подтверждено гражданами, которые присутствовали. Они обозначили, что да, действительно, внимание было уделено. Естественно, останавливаться на достигнутом не надо. Взяли на карандаш те проблемные места, которые граждане опять обозначили. Один из острых вопросов с незавидной регулярностью, возникающий в весенний период в поселке Зубчининовка, скопление талых вод на проезжей части, а проще говоря, образование луж. Об этом жители также сообщили в ходе встречи. Зубчининовка достаточно удаленная от города участок. Что нас обращает внимание, это очень приятно нам. Глава районной администрации, в свою очередь, попросил неравнодушных жителей в оперативном режиме сообщать обо всех проблемах, связанных со сходом снега, будь то в кварталах многоквартирных домов или даже в частном секторе. У нас были уже случаи, когда частный дом, где проживают ветераны, пенсионеры, то есть люди преклонного возраста, в результате схода снега на своей же территории, у них просто были заблокированы вход, соответственно, в жилище. Поэтому уже факты были, мы помогали, так скажем, этим людям расчистить и обеспечить проход в дом. Расчистка улиц и борьба с талыми водами будет продолжена. Лишь в минувшие выходные вывезено порядка 4 тысяч тонн снега. На эти цели городская администрация выделила Кировскому району дополнительно субсидии на сумму 8 миллионов рублей. Анна Архипова, Сергей Александров, Новости губернии. Налоги, споры с энергетиками и даже цифровые потоки жалоб. В промышленном районе Самары, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе, провел личный прием бизнесменов. Вопросы обсуждались самые разные, но главное, разговор шел открытый и честный. О том, что мешает развиваться малому бизнесу в нашем материале. Валерий Будаев – совладелец пары продуктовых магазинчиков. 20 лет на Самарском рынке. В его точках продукция мелких фермеров. Они никогда не попадут в крупные торговые сети. Для них небольшие павильоны – настоящее спасение. Однако сейчас собственники ларьков находятся в подвешенном состоянии. С нашими объектами тоже имеются проблемы в сфере продления договоров о ренде. Значит, все договоры о ренде в настоящее время переведены на определенный срок. А это большая проблема в плане того, что предупредили за три месяца, проходит три месяца, объект может быть ликвидирован. В таких условиях малому бизнесу сложно расширяться и набирать обороты. Проблема озвучена. Однако аппарат уполномоченного уже в курсе. Ситуация характерна для многих регионов. Идет работа на опережение. Все поправки в закон о торговле уже предложены. В ближайшее время их должна утвердить Государственная Дума. Еще один наболевший вопрос – внеплановые проверки. От них страдают даже контролирующие органы. Жалобы на бизнесменов льются потоками через интернет. Правда, большинство из них пустышки. Подозрение падает на конкурентов. Уполномоченный обещает разобраться с привлечением правоохранителей. Вы найдете время, мы, так сказать, подъедете к нам. Мы посидим, посмотрим, поотрабатываем вот эти виды обращений, как их группируются. Мы проанализируем совместно с прокуратурой эти внеплановые проверки. Они подтверждались, не подтверждались. Подобные встречи в Самарской области проходят регулярно. Вместе с уполномоченными в них участвуют представители прокуратуры, районных, городских и региональных властей. Следующий прием в таком составе состоится в железнодорожном районе областной столицы. Руслан Шарипов, Сергей Костин. Новости губернии. Решительные действия в нестандартной ситуации могут спасти жизнь. В Тольятти сотрудники спецподразделений ОМОН, СОБР и авиационного отряда областного управления Росгвардии приняли участие в тактико-строевых занятиях. В ходе учений были отработаны действия по обезвреживанию условных вооруженных преступников, которые укрылись в одном из зданий, где именно предстояло выяснить бойцам. В ходе совместной спецоперации правоохранители блокировали и обезвредили злоумышленников, в том числе и пытавшихся скрыться на машине. Занятия проходили на территории учебно-тренировочной базы ОМОН в Автограде. Все подразделения справились успешно с выполнением задач. Мы стараемся выполнять упражнения, приближенные к реальным возможным ситуациям, где командиру старшему от подразделения, находящегося на месте, придется самостоятельно принимать решения в зависимости от ситуации. Научить подростков любить свою родину, знать ее историю и жить по закону – вопрос патриотического, духовного и культурного воспитания молодежи. Обсудились сегодня на заседании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних в областном правительстве. Немалая роль по подготовке подрастающего поколения к взрослой жизни возлагается на общественной организации, такие как «Юнармия», «Российское движение школьников», «Казачество», в ходе работы которых дети и подростки занимаются спортом, изучают законодательство, ездят на военно-полевые сборы. Участниками общественных движений являются тысячи школьников по всему региону. Тем не менее, как подчеркнул первый вице-губернатор, председатель правительства региона Александр Нефедов, популяризация и доступность этих организаций должна быть на более высоком уровне. Тема духовно-нравственного воспитания детей и подростков никогда не теряет актуальности. Это одна из главнейших задач вольной власти. Будущие страны зависят от того, каким ценностями будут руководствовать свою жизнь последующие поколения. Большую роль в этом мы возлагаем на общественной организации, которая занимается патриотическими нравственными воспитаниями молодежи. Вывести школьное образование регионов в десятку лучших в стране. Как одна из задач национального проекта, основные цели обозначили сегодня на заседании коллеги областного Минобра. Общий объем финансирования на реализацию из бюджетов различных уровней до 2024 года составит порядка 7 миллиардов рублей. Среди основных направлений развития среднего профессионального образования. Это и оснащение мастерских, современным оборудованием и внедрение наставничества. В последнее время нам уделяется очень большое внимание со стороны правительства Самарской области. Это и участие наших учреждений в грантах различных, это и в совершенствованной материальной базе, участие наших, поддержка, участие наших студентов в движении WorldSkills, а также в других различных направлениях деятельности профессиональных учебных заведений. Кроме того, в 2019-2021 годах планируется оснастить 74 учреждения современным оборудованием по образовательной области технологии. В 45 сельских школах будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей. Кроме того, будет реализовываться программа «Учитель будущего», в рамках которой у педагогов появится больше возможностей для повышения квалификации. А также предусмотрена доплата молодым специалистам. В этом же году мы 24 класса кабинета технологии поставим в школы-губернии. Современное оборудование, современные методики. Ведь мало поставить оборудование в школе, ведь нужно еще и научить педагога. Поэтому не только поставка оборудования, а еще и повышение квалификации педагогического состава, это также входит в национальный проект как основная задача. В незнакомом классе в Самаре стартовал второй этап областного конкурса «Учитель года-2019». Педагогам в течение трех дней предстоит проводить открытые уроки перед аудиторией, с которой они видятся впервые в жизни. Подробнее об этапе конкурса и его участниках Кирилл Козин. Учебное занятие – второй этап профсоревнований. Педагогам приходится проводить уроки в классах, которые они видят впервые в жизни. Как не готовься заранее, приходится порой импровизировать. Пока одни конкурсанты выкладываются в аудиториях, другие наблюдают за ними, находясь за стенкой. Сейчас я нахожусь на трансляции всех этих уроков и отмечаю для себя какие-то интересные идеи, методики преподавания. Вообще готовлюсь к завтрашнему дню, потому что именно завтра я показываю свой урок. На каждом уроке, кроме детей, естественно, присутствует комиссия. Она и оценивает профессиональное мастерство педагогов. Знание материала, методику и умение работать с аудиторией. Всего в конкурсе участвует 21 учителя из 13 образовательных округов региона. Все представляют различные предметы. Несмотря на дух соперничества, многие уже успели сдружиться. Из Тольятти у нас приехало четверо, и у нас очень теплые отношения, очень дружные. И с участниками, с которыми мы уже успели познакомиться, тоже это очень приятные люди, с которыми приятно общаться, поделиться, поддержать друг друга. Как-то очень хорошая атмосфера. Открытый урок – далеко не последнее испытание для конкурсантов. 15 и 16 марта они будут проводить классные часы. В итоге будут определены пять финалистов. А уже 18 марта они дадут свои мастер-классы. Имена победителей и лауреатов конкурса «Учитель года Самарской области-2019» назовут в апреле. Кирилл Козин, Алексей Гриднев, Новости губернии. Пора менеджеров и юристов широкого профиля миновала, уверены организаторы недели профессиональной ориентации для школьников. По мнению авторов проекта, молодежи в наши дни стоит получать профессии, которые на современном рынке труда пользуются наибольшим спросом. Инженеров, столяров, фрезеровщиков и плотников. О том, что ремесло – это золото, еще раз напомнит наш следующий материал. Тема этого урока – альтернативные источники энергии. В данном случае это солнечная батарея, которая питает аккумулятор. Накопленную таким образом энергию прибор распределяет на светильник. Вся последовательная цепь взаимоотношений создана руками студентов. Впрочем, сейчас они выступают в роли учителей. Я по образованию являюсь электриком. На самом деле я научился и паять, и строить различные схемы, и изучил различного рода чертежи. То есть я и знаю также машиностроение, архитектуру. Очень большой спектр на самом деле. Всей массой этих знаний мечтает овладеть и Влад. Для школьника этот мастер-класс еще раз подтвердил правильность намеченного трудового пути. Я хочу стать электриком, потому что продолжу дело отца. И вообще это очень полезная и нужная работа. Она очень востребована в обществе. Протестировать самые различные рабочие профессии самарским школьникам поможет неделя профориентированных мастер-классов, которая стартовала в областной юношеской библиотеке. Все ремесла, здесь представленные, можно получить в самарских колледжах и техникумах. Начиная от классического плотника или столера до современного техника-гидрогеолога и геодезиста. Очень важно сейчас для школьников сориентироваться, в каком направлении они будут развиваться. Начнут они, может быть, со среднего специального образования, дальше будут двигаться. Ну и, конечно, им нужно учитывать, что придется им учиться всю жизнь и постоянно менять, видимо, направление своей деятельности. Поэтому вот такое знакомство им будет очень полезно, потому что говорят, что на рынке труда успешны те, у кого есть и специальность высшего образования, и какие-то специальности, которые не требуют, ну, скажем так, ручного труда. Неделя профориентации для школьников продлится с 12 по 15 марта. В эти дни работать будут две программы – дневная и вечерняя. В последнем случае старшеклассники смогут встретиться с состоявшимися самарскими предпринимателями, руководителями предприятий и просто мастерами своего дела. Владислав Жирнов, Виктор Соколов. Новости губернии. Учимся защищать себя сами. Речь идет о проекте, который никак не связан с самообороной. Детей с ограниченными возможностями здоровья учат постоять за себя на юридическом и даже финансовом фронтах. Для особенных старшеклассников проводят цикл семинаров, который готовит их к самостоятельной жизни в обществе. Какие есть результаты, мнения экспертов и самих учащихся в нашем сюжете. Самуил Леднев учится в 11 классе. Совсем скоро он покинет стены школы-интерната. Перед ним стоит непростой выбор, с какой профессией связать свое будущее. Решил, станет юристом. Уверен, это именно та сфера, в которой Самуил сможет проявить себя на 100%, несмотря на проблемы со слухом. Определиться со специальностью ему помог социально значимый проект «Учимся защищать себя сами», рассчитанный на детей с ограниченными возможностями здоровья. Мне бы и хотелось оказывать помощь людям, социальную помощь, юридическую помощь. Мне бы хотелось поступить в колледж именно в этом направлении. Я вообще так работал уже, вот и курьером, документации раздавал. Трудно было и учиться, и работать. Да, сначала надо ввести домашнее задание, сначала выполнить, тем более скоро экзамены. Трудности бывают, но старался успеть. Надо просто правильно распределить свое время. На занятиях учащиеся подробно разбирают юридические вопросы разной направленности. Этот тренинг посвящен Трудовому кодексу и предложениям на рынке труда для подростков с ограниченными возможностями здоровья. Вместе разбирались, какие документы нужно предъявить, чтобы встать на учет в Центр занятости. Говорили и о гарантиях, которые дает трудовое законодательство особенным специалистам. Динамика тенденции именно и в обращении со стороны ребят с ограниченными возможностями есть. И есть рабочие места именно у тех работодателей, которые готовы взять таких ребят на временное место. Подростков в прошлом году трудоустроили, мы больше где-то 180 человек именно с ограниченными возможностями здоровья. Ребят, которым от 18 до 30, около 60 человек именно на временные рабочие места. Программа рассчитана на 8 месяцев. Проект получил президентский грант. Ежегодно тренинги посещают около сотни человек. На счету организаторов уже три цикла таких семинаров. И результаты уже есть. Мы уже отметили, что вот каждый год как-то мы более грамотнее становимся с детьми. И детям более интересно работать с нами. И еще что мне очень нравится, понимаете, вот администрация школ, вот всех школ, вот всех трех школ, да, они тоже заинтересованы в том, чтобы вот такой факультатив дать своим детям. Чтобы они покинули школу и не были беспомощны, не умеющие плавать, кинули в море. К свободному плаванию детей готовят в самарских коррекционных школах-интернатах номер 4 и номер 117, в Тольяттинской номер 5. Принять участие в образовательной программе могут в том числе и родители. Мария Акимова, Дмитрий Столяров, Новости губернии. Как взять ответственность на себя и обрести внутреннюю уверенность? Лайфхаки, другими словами, хитрости жизни в рамках проекта «Диалог на равных» самарские студенты обсудили с актером театра и кино Романом Маякиным и телерадиоведущей Еленой Швец. Организатором выступило Федеральное агентство по делам молодежи. Репортаж со встречи подготовила Татьяна Пудова. Успех зависит только от самого человека, если рассчитывать на свои силы. В этом уверены актер театра и кино Роман Маякин и телерадиоведущая Елена Швец. Сегодня они встретились со студентами Самарского университета. Беседа прошла в рамках федерального проекта «Диалог на равных». Мы подводим какие-то определенные итоги того, что мы прожили. И понятно, что с течением нашей жизни мы делаем какие-то выводы, которые делают нашу жизнь более качественно. И каждый человек делает какие-то выводы. И вот, собственно, хотелось с этими выводами поделиться. В Самарской области федеральный проект реализуется более двух лет. Студенты уже успели пообщаться с главой региона, капитаном команды КВН «СОК», руководителем театра «Пластилиновые дожди» и другими. В этот раз разговор зашел о мотивации. Гости призвали студентов не останавливаться в развитии и совершенствоваться. Я хочу пожелать студентов, чтобы они внутри себя чувствовали комфортно, гармонично и делали то, что им нравится. Это прежде всего. И только если они будут заниматься тем делом, которое им нравится, и делать то, что они хотят, только тогда может что-то получиться. Формат прямого общения без посредников и закрытых тем студенты считают эффективным. Этот проект реализуется во многих городах. В Самаре я на такой встрече впервые. Я думаю, что это отличная возможность для молодых студентов и для специалистов, начинающих задать свои вопросы, которые их волнуют, специалистам, которые уже многого добились. Такие встречи всегда положительно влияют на дальнейшее развитие студентов, потому что ребята, слушая успешные истории каких-то известных людей, могут с уверенностью сказать, что Россия – это страна возможностей, и можно себя реализовать в любой сфере. В планах провести дискуссии на самые разные темы. От секретов лидерства до развития экономики и цифровых технологий. Татьяна Пудва, Александр Каракулько, Новости губерния. У коллективов, которые работают в Самарской области, вновь есть возможность проявить себя и получить признание экспертов. Стартовал прием заявок на участие в третьем конкурсе компании «Достояние губернии». Кто может вступить в конкурентную борьбу за звание визитной карточки региона? И почему стать «Достоянием губернии» престижно? Расскажем далее. Дебют регионального конкурса «Достояние губернии» состоялся в ноябре 2017 года. Идеологами и организаторами масштабного события выступила телерадиокомпания «Губерния» совместно с Общественной палатой при поддержке правительства Самарской области. Ежегодно сотни коллективов подают заявки и вступают в честную конкурентную борьбу за право носить престижное звание «Достояние губернии». Само название «Достояние губернии» говорит о многом. Это лучшие из лучших. Мы охватываем именно практически все виды производства и деятельности именно самарских предпринимателей. Потому что предприниматель хочет показать, что он добился, что он сделал. И не напрасно его труд, не напрасно его усилия. И тем самым мы доказываем, что нужен этот предприниматель, что нужен его продукт, что нужна его деятельность для Самарской губернии. Номинации 2019 года бренд региона «Промышленность», «Сельское хозяйство», «Малый и средний бизнес», «Торговая марка» в категории «Товары народного потребления», «Здоровье и красота», «Гостеприимная губерния». Определять лучших доверено профессионалам. В экспертный совет входят представители профильных министерств и общественники. Вступить в борьбу может любая организация, которая работает на территории региона не менее трех лет. Финалисты выбираются в два этапа тайным голосованием. Я думаю, что любое признание заслуг тех людей, тех компаний, тех организаций, которые работают на благо региона, это вещь необходимая и необходимая постоянно. Общество должно знать своих героев, должно знать те компании, которые работают на благо региона, которые создают его имидж, которые создают ему репутацию. Особый статус события подчеркивает внимание главы региона. Дмитрий Азаров отметил, что конкурс «Достояние губернии» уже успел стать заметным явлением в экономической и социальной сферах Самарской области. Ведь нам есть чем гордиться и нам есть о чем рассказать. А в октябре 2019 года мы узнаем имена новых победителей. За звание «Достояние губернии» может побороться каждый. Участие в конкурсе бесплатное. Подробнее о правилах можно узнать на сайте ТРК «Губерния». Сергей Павлов, Анна Ивахина, Новости губернии. А у меня на этом все. Больше новостей на нашем сайте губерниятв.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова